Всем привет! На связи мамки немец. Как всегда тем, кто здесь впервые, советую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Сегодняшняя тема будет полезна автовладельцам, которые приехали в Германию и получили временную защиту по 24 параграфу. Немецкое правительство преднего решения по автомобилям с украинской регистрации, находящихся в Германии. С 1 июля 2023 года, если ваше авто находится на территории Германии больше одного года, вы обязаны его зарегистрировать и получить разрешение на нахождение на территории Германии. Называется это разрешение Цуласом Штелле. Итак, обо всем по порядку. Что же включает в себя эта регистрация? Все очень просто. Для регистрации вы в первую очередь должны пройти облегченный техосмотр. Он называется «Sicherheit Untersuchung» или «Sicherheit Überprüfung für ukrainische Fahrzeugen». Это один термин, означающий облегченную процедуру прохождения техосмотра. Но на самом деле, ничего облегченного там нет. После его прохождения вам выдадут лист с комментариями и задачами, которые вы должны устранить по машине в течение следующих четырех недель. Иначе машину использовать на территории Германии нельзя. Замечания очень жесткие, проверяют все. Если есть дырки по кузову, их попросят устранить. Если фары неправильно отрегулированы, их попросят отрегулировать правильно. Если у вас машина куплена в официальном евроавтосалоне и соответствует всем требованиям, будет попроще. Если американец, куча проблем и замечаний к исправлению. Как минимум, цвет поворотников. Если азиатское авто, к примеру, кореец, во многих авто отключены печки. Их заставят подключать. То же самое касается резины. Должно быть полное соответствие суммной книжки по вашей машине. Выполнены все требования, соответствующие машине. Также, если вы любитель тюнинга, нужно будет много чего растюнинговать. А также должно быть соответствие выбросов евро 5. В общем, это очень неприятный аттракцион. Нужно будет очень постараться, чтобы пройти этот техосмотр. Итак, первое, что нам нужно сделать, это подъехать в любую компанию, которая занимается техосмотрами. А это TUF, DECRO, GTU, CUSE и другие. Оставляем машину и ждем заключения. Сам техосмотр обойдется от 50 до 100 евро. Машину доставить и отдать на техосмотр может любой человек. Не обязательно хозяин машины. Итак, техосмотр пройден. Замечания устранены. Что делаем дальше? А дальше нам необходимо отправить документы на разрешение для нахождения машины в Германии. Как сказано выше, это называется ЦУЛАСНУШТЕЛЕ. Для получения разрешения вам не обязательно куда-то ехать. Для этого необходимо всего лишь найти вашу местную организацию, которая называется ЛАНДЕСАМТФЮР СТРАССЕНБАУ УНФЕРКЕ. Находим сайт этой организации и ищем контакты, имейл. А также ищем анкету от этой вашей местной организации на разрешение. Называется эта анкета АУСНАМЫ АНТРАКТ УКРАИНИШЕ ФАРТЦОГЕ. Оставлю пример этого антрага в описании к этому видео. Заполняем анкету. Пример анкеты я также прикрепляю к этому видео на гугл диске. Можете скачать. Замените контактные данные вашей организации в ЛАНДЕСАМТФЮР СТРАССЕНБАУ в Дрездене на ваши. И порядочек. Поехали заполнять анкету. Эти поля мы не заполняем. Здесь нам нужно указать украинский номер. ВИН-код, класс авто, марка авто, тип авто, цвет и дату пересечения границы Германии. Дальше заполняем данные владельца по техпаспорту на немецком языке. Фамилия, имя, дата рождения, город рождения, адрес прописки. Адрес прописки имеется в виду в Украине. Далее пишем ту же самую информацию владельца по техпаспорту на украинском языке. Далее вводим информацию от человека, кто подает это заявление. Заполняется только в случае, если это заявление подается не хозяином машины. А так оставляем это поле пустым. Далее заполняем адрес проживания владельца в Германии. Улица, номер дома, ниже индекс и город. Внизу город и дату. Справа оставим свою подпись. Все, форма заполнена. Напоминаю, эту форму лучше заполнить в электронном виде и отправить на email вашей организации по выдаче разрешения. Дальше нам нужно подготовить пакет документов для отправки в эту организацию, для получения ЦУЛАСа в ШТЕЙ. Вам понадобятся сканы в хорошем разрешении следующих документов. Первое. Заключение прохождения техосмотра. Второе. Страховка, зеленая карта или любая другая. Загранпаспорт заявителя. Ауфенхальдститль заявителя. Водительское удостоверение водителя. Все эти документы прикрепляем к письму в формате PDF или просто фотографиями. Тут важно, чтобы письмо не было большим и фаерволы получателя пропустили письмо с таким объемом фотографий. Если письмо не отправится с первого раза, сожмите фотографии и сделайте их меньшего размера и отправьте еще раз. После этого вам пришедет кританцию. Это разрешение стоит 25 евро. Нужно будет ее оплатить и дальше вам на почту придет разрешение на вашу машину. Так же нужно будет оплатить транспортный налог. В принципе никуда ехать кроме техосмотра не нужно. Вот и все. Разрешение готово. Все оказалось не таким уж и страшным и можно легко поставить лайк этому видео. Ни гвоздя, ни жезда. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok